Здравствуйте, друзья. Геопараноик, который 24 года рассказывает про нападение НАТО, теперь говорит, что все это бредни. Образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Собачий бред про нападение НАТО и собачий бред за то, что Киев можно взять за три дня, за то, что оккупационную армию будут встречать хлебом, солью, цветами, придумал один и тот же тупой, как деревянный стол человек. Ни малейших сомнений. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода. И как Путин жалуется, что его обманули. Нас просто водили за нос. Разве не так? Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Если человек обманули один раз, значит он был наивен. Если его обманули два раза, значит он дурак. Если он говорит, что его обманули 11 раз, то он Путин. Пробивать дно надо до конца. Дмитрий Дюжев примерил костюм военного преступника и оккупанта. Дима, а почему не полная комплектация? Где трофейные трусы? Где стиральная машинка? Строитель, который строил дворец Путина, рассказывает, как его обворовывают свои же. Там целый город. Это тот самый объект. Когда вышло расследование Навального, было такое, какое-то ощущение причастности к чему-то плохому. Я к работе всегда отношусь профессионально и качественно. Я начал впервые в жизни к работе относиться наплевательски. Именно на этом объекте. На стройке отмываются большие деньги, воруются. И все, кто находится под Путиным, воруют у него же деньги. Они тащат друг у друга. Даже на его объекте обчищают его же. Я мог хорошо зарабатывать, работать и не обращать внимания на войну. Но я понимал, что с моих налогов каждый рубль, который я зарабатываю, идет на убийство людей в соседней стране. Я просто принял решение, что с моих денег не пойдет ничего. А двойники его деньги с банковской карточки снимать еще не научились? Нет. Ну так это еще и не вечер. Башкортостан. Город Нефтекамск. Укладка асфальта по технологии аналогов не существует. Вот так у нас асфальт ложит. Больше 10 лет дорогу не ремонтировали. Решили нам обновить дорожку. Сейчас все дыры разгладят. Все. Ненормально. Еще 10 лет можно будет не ремонтировать. Ну, нормально же сделал. Все по технологии позднего путинизма. Эльвира Набиулина сказала, что ее цель сдержать инфляцию на уровне 4%. Зал засмеялся. Достижение инфляции цели и поддержание ее на этом уровне. Цель 4%. Похоже, это глава Центробанка уже все. Надо выбирать новую. Предлагаю эту. Юлию. Которая была жалко. Людей, которые покупают доллар по 35. Они просто потеряют свои деньги. Видео специально для обманутого россиянина. Значит, центр города. Кисловодска. Прошелся у нас небольшой дождик. И что мы видим? Опа! Опять эти скрепы. Сколько можно? Бедные люди пытаются пройти с колясками, с детьми. А вы представьте, если здесь будет проходить мама с ребенком. И вот это просто на них. Вот так вот бабах и все. Кто за это будет отвечать? Да никто не будет за это отвечать. Да. Обидно, конечно, что Реши Сунак и Камила Харрис не посещают Россию. Я бы тоже очень хотел посмотреть, как они за это ответят. А вы знаете, что самый лучший подарок? Это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе. И вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. В Самаре покрасили краской камни вокруг озера, чтобы выглядело эпичнее и богаче. Похоже, местные власти угорают над реконструкциями. Парк Молодежный. Конечно, все красиво. Озеро и все такое. Но вот камни, камни, они пытались красить. Естественно, с камней золотистая краска облазит. Но вроде сделали красиво. Зачем камни-то красить? Похоже, каждый отдельно красили. Так а что, страна-то богатая. Нефти, газа, золота, платины, алюминия, алмазов много. Деньги есть. Не людям же их раздавать, правильно? Путинские чиновники решили, что лучше будет камни покрасить. Это Курск. Смотровая площадка, которую планировали построить для жителей города. Знаете, что получилось? Вот оно. Профессор Гундаров рассказывает, как Путин заботится о семьях и рождаемости в год семьи. Второй абзац я тоже бы вычеркнул, где Владимир Владимирович указывается, как его заслуги в отношении года семьи. Вот Владимир Владимирович, он красиво говорит. И демография, она на самом деле у нас ужасная. И никто не задает, вот не садится и не разбирает причины, а почему не рожают. Вот все сваливают на женщину, и Владимир Владимирович красиво говорит, у нас самая низкая безработица, потому что людей нет, он даже не понимает, что он говорит. Дальше они говорят, что женщины не хотят рожать, потому что уровень жизни вырос, ей нужно обучиться, занять карьеру, и поэтому она откладывает на 30 лет, а потом уже не получается. Да ничего подобного, хотят рожать, почему-то по-другому не рожают. Да люди живут в зоопарке, как в зоопарке. Тоска, безысходность, страх. Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там все знают до одного солдата. От кого? От нас скрывают. Смертность в молодых возрастах, подростковых. Так вот, в 22-м году выросла на 40-50 процентов. Некому зачинать, потому что детей не пальцем делают, а все, кто делают детей, они... Вот такая оказывается в степях под Херсоном высокие травы. Год семьи. Это когда молодая жена стоит перед зданием Минобороны на коленях. А молодой муж неподвижно лежит под Херсоном в траве. Это Киев. Обычная школа. Автор говорит, дети оставляют велосипеды, и их никто не ворует. В России можно оставить транспорт. Забирай не хочу перед школой. В России, если так оставить, все закончится поножовщиной. И детскими криками стоять, суки, завалю. Это мой велик.